Где есть открытый мир? Хорроры? GTA V? Криминальные истории? Предзаказы? И всё со скидками! На GAPESTORE.RU Друзья, всем большой привет! Думаю, многие из вас хотели бы совместить игры серии Total War и Paradox. Будем откровенны, что Total War не хватает глубины стратегической карты и множества механик-пароходов. А у последних, в свою очередь, нет таких крутых детализированных боёв. Недавно я прочитал новость, что наконец выйдет игра и с боями, и с глубокой глобальной картой. И решил разобраться в чём дело. Сейчас в разработке находится стратегия Field of Glory Empires. Скорее всего, вы краем уха слышали о Warгейме Field of Glory 2. А кто-то, возможно, даже и поиграл. Разработкой занимается студия Agiot на новом движке под названием Arcon. Что не могло не обрадовать фанатов серии. Ибо предыдущий движок доживал свои последние дни. Вообще, стоит понимать, что данная игра разрабатывается не такой большой студией. И из-за этого, по многим параметрам, она будет отставать в чистой борьбе с пароходами и креативами. Давайте узнаем, что же нам наобещали разработчики. В игре будет около 450 уникальных отрядов со своими сильными и слабыми сторонами. Более одной тысячи правителей и полководцев. Что, по заверению разработчиков, сделает каждую битву неповторимой. Вы сможете побеждать только, когда научитесь понимать слабости противника и активно пользоваться ими. На глобальной карте нас ждет около одной тысячи провинций от Шотландии до Долины Инда. Правда, сейчас в игре есть только фракции-мажоры. Миноров же вообще не видно, и мир пока выглядит пустым. Но меня, как фаната Total War, больше всего интересовали бои. Здесь агиоды сделали что-то очень странное. Как я понял, в Империях ваши войска просто будут выстраиваться на поле боя и пошагово сражаться. Без прямого управления с вашей стороны. Однако, если вы хотите напрямую контролировать весь ход битвы, то можете экспортировать ее в Field of Glory 2, провести ее там, а затем вернуть результаты обратно в Империи. Почему нельзя было просто перенести боевку из прошлой игры в новую, для меня осталось загадкой. Если кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Из приятного. В игре огромные Империи не должны жестко доминировать над минорами, поскольку требуют грамотного управления. А чем шире границы, тем тяжелее это сделать. Вашей целью является расширение Империи. Но если вы не будете обращать внимание на культурную ассимиляцию и развитие земель, то ваша Империя быстро придет к упадку. Вам следует строить не только военные здания, но и заботиться о своих жителях и обеспечивать их всем необходимым. Пока что это вся информация, доступная данной игре. Многие говорят, что это Total War на минималках, а также, что Император от пароходов с потрохами съест данную игру. А графоний так вообще допотопный, но, ребята, поживем, увидим. Меня в любом случае радует, что появляется конкуренция в данном жанре. И, возможно, агиоды когда-то потеснят креативов. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этой игре.